здравствуйте у нас гостях сегодня писатель саша филипенко привет добрый день писатель журналист публицисты как себя идентифицируешь уже сегодня я не идентифицирую мне кажется что это люди как раз за тебя решают кто-то мне кажется что я писатели пишу но там после двадцатого года была такая пауза вызванные во-первых там протестами в беларуси потому что каждый день я старался писать о том что происходит в беларуси на фоне войны было сложно представить вообще о чем писать книги и как писать поэтому я будто бы в один момент подумал что уже перестану быть писателем что кремулятор последняя книжка ничего нового не напишу а сейчас опять начал писать поэтому наверное опять писатель вот все таки вот это описание действительности или может быть осмысление действительности нередко приходит слышишь что поэзия очень быстрый жанр когда такая мгновенная реакция на события а когда работаешь в прозе то это требует времени чтобы все таки это осмыслить согласен с этим да но с другой стороны мне кажется это важно потому что часто спрашивают например там острог я писал про проблему там детских домов россии про то про все эти ужасы которые происходят до сих пор про принудительную медицину иногда задают вопрос на самом деле часто задают вопрос на встречах а чего вы не написали просто большой лонгрид про это где-нибудь в медузе и мне кажется что во первых это правда ты потратишь больше времени на исследование на осмысление а во вторых например когда твоя книга переводится на много языков то это каждый раз возвращение к этой теме да она будто бы вот мы поговорили о ней на французском и поговорили на итальянском и каждый раз возвращаемся возвращаемся книга дает тебе эту возможность которую будто бы мне кажется не дает тебе часто журналистика когда мы видим что новость там концу дня уже в фейсбуке умирает и и следующая новость да и все обсуждают на следующий день поэтому может быть это не такая быстрая реакция на какие-то события но с другой стороны я ведь и не занимаюсь тем что там там сразу реагирую на то что произошло там учленя какие-то как мне кажется важные темы и пытаюсь такую фотографию сделать что ли нашего времени эпохи а дальше уж люди будут думать ага было так ли не было так а вот это дневникова если такой жанр дневнику как буни например стал окаянные дни некая фиксация момента и потом систематизация я дневники не пишу но всех призываю ввести дневники обязательно потому что когда ты пишешь исторический роман например когда ты много работаешь с архивными документами понятно что ты читаешь много дневников того времени и из дневников очень часто ты получаешь гораздо больше информации какой-то просто там ощущение времени чем из документа даже и сейчас когда мы понимаем что за то что люди пишут фейсбуке они могут очень быстро получить а грести мне кажется что важно вести дневники там может быть и для себя там терапевтически но для будущих поколений писателей всех призываю видеть обязательно дневники может быть нигде их не публикуйте но потом их смогут почитать через там 10-20 лет а почему ты сам не видишь а потому что у меня как-то не знаю не доходят до этого руки почему я буду помогать другим писателям нет если серьезно просто чего-то я как-то сосредоточен сейчас на новой книге и ты каждый день делаешь большое количество каких-то заметок да и ты все равно фиксируешь то что происходит но ты будто бы уже сфокусирован в сторону романа и все заметки которые ты делаешь у тебя туда фокус направлен а как ты вообще фиксируешь время фиксируешь настроение времени атмосферу времени то есть это запоминаешь ты это где-то заметка записываешь и как-то это ну как у тебя рефлексия вот это работает если бы я знал но мне кажется что во первых да я каждый день делаю большое количество заметок я могу уехать за рулем или там на велосипеде и остановиться я всем советую всегда если вам пришла какая-то мысль идея обязательно запишите потому что она точно от вас улетит и я могу остановиться зафиксировать я записываю часто какие-то мысли просто на диктофон и вообще я пишу всеми возможными методами я пишу от руки пишу в записывают дело заметки в телефон у меня есть в айпаде теперь такая функция когда ты пишешь просто на экране и он сразу преобразовывает это вордовский текст очень часто криво преобразовывает но ты же все равно все редактируешь и в этом смысле огромное количество разных способов мне кажется что писатель тоже такая помойная яма у тебя 24 часа в сутки какие-то мысли к тебе приходят их сваливаешь в эту корзину а потом когда-то вытаскиваешь их обратно когда работаешь на книгу и что-то из этой корзины вытаскиваешь это уже там как пойдет у тебя есть такой условный предохранитель там спам или те сообщения которые там не знаю могут тебе быть не нужны как ты в голове все это структурируешь то есть ты как-то это отсеиваешь ну наверное да на подсознательном уровне и наверное ты просто начинаешь я думаю что ты выключаешься на какой-то момент из повестки тем более когда ты пишешь там исторический роман да ты конечно головой сидишь там в тридцатых ты сидишь в документах у тебя вся мысль настроена на то чтобы найти какую-нибудь фотографию чтобы реконструировать сцену или еще что нибудь или найти дневник или еще одно подтверждение каких-то вещей в которых ты не уверен когда ты прописываешь диалоги двух известных людей например друг с другом и тебе нужны какие-то перекрестные документы чтобы подтвердить то что нужно сейчас когда я пишу будто бы современности вновь мне кажется что это до внутренние твои вот твой внутренний ценз когда ты понимаешь что важно для тебя что неважно на чем нужно сосредотачиваться на нем какой такой фокус да и оптика ты пытаешься отстраниться даже от собственного времени я не знаю получается ли у меня ты просто спрашиваешь как ты это делаешь и впервые задумался как происходят эти процессы и просто интересно еще знаешь вот это погружение в прошлое потому что я ловлю себя на мысли что когда мы читаем о тридцатых годах 20 века и даже о второй мировой войне и то что в россии называют великой отечественной я недавно открыл фотоальбом а посмотрел на лиц вот молодые люди для меня это стало вдруг очень реально вот то что раньше казалось неким далеким прошлым вот этим историческим уже заархивированным вдруг стал реально потому что мы сейчас ощущаем примерно то что наверное примерно то что происходило тогда и сталинские репрессии и война и вот эти молодые люди которые мы воспринимали их часто уже бабушками и дедушками и вдруг ты видишь это молодые люди и часто видишь молодых людей которые умирают на фронтах кстати не всегда понятно за что а вот у тебя нет вот этого изменения ощущения времени и прошлого нет нет я думаю что я испытываю то что ты испытывал например во первых когда ты читаешь документы ты понимаешь что это близко и ты понимаешь нам всегда кажется что это расстояние шаг в полвека что это что-то очень далекое на самом деле невозможно близко да я читал книгу наверно год назад мне было серьезное потрясение история одного немца и когда ты ее читаешь ты не можешь поверить в то что она написана сто лет назад что он ее пишет в 30-е годы я несколько раз проверял я думал но это совершенно точно немец который сейчас описывает то что происходило в гитлеровской германии потому что он так точно так глубоко так трезво описывает то что происходит в германии что будто бы это можно сделать только с какой-то оптикой уже потом поняв к чему приведет все что происходит и ты в это не можешь поверить потому что это очень живой язык очень свежее дыхание вот как будто бы ты сейчас взял и захотел написать все уже знаю про германию все зная к чему приведет чем и ты пишешь такой очень выдержанный очень верный текст про то куда катится германия в тридцатом году а это человек пишет онлайн вот как был если бы он вел и в это невозможно поверить это потрясает вот как раз то что сказал про онлайн я тоже задумался что сегодня если провести такой мысленный эксперимент я вот сейчас говорю субъективно могу представить что люди из прошлого из тридцатых сороковых годов писали бы это в фейсбуке то есть сейчас я могу это перенести понять что это вполне реально это не какое-то как я уже сказал так вот заархивированное прошлое вот это ощущение новой реальности реальности прошлого в том числе пришло очень такой четкой да и вместе с этой реальностью прошло мы видим как из прошлого к нам опять пришел страх который передается будто бы с молоком матери да из поколения в поколение мы видим как люди боятся писать что-то в фейсбуке как боятся говорить как люди думают о том что можно сейчас сказать что нельзя сказать пытаются понять логику репрессия мы понимаем что никакой логики репрессии нет и главная их логика что в ней нет никакой логики и в этом смысле ужасно я всегда говорю что мне кажется что это напоминает такой двор в котором разбросаны грабли и нам будто бы у нас уже есть столько предупреждений что не нужно идти по этим граблям и в этот раз мы пройдем и же там все что наши деда ошибается это мы сможем и от этого конечно во первых страшного вторых грустно и в третьих это опять про просто это уже будто бы станут когда ты говоришь про невыученные уроки когда ты говоришь про то что все это было мы все это проходили не нужно повторять и будто бы это уже настолько изъезженная фраза что даже неприлично говорить про одни выученные уроки про то что мы не сделали там выводы над какими-то историческими ошибками и т.п. но так и есть мне кажется а вот это наш я тоже стал задумываться они выучены ли это уроки или наоборот это хорошо выучены уроки ведь люди которые возвращают зазубренную систему зазубренные уроки да они знают как это работало и они пытаются делать так чтобы не повторить ошибок тех кто потом проиграл в плане власть я тоже об этом думал да что эти ребята смотрят сейчас там в россии думают ага ну окей наверное там вот вот это вот это хорошо сталин делал мы делаем мы возвращаем держинского мы возвращаем форму нквд мы возвращаем репрессии и мы понимаем что читая какие-то огромное количество книг что вот все пошло не так вот в этом моменте да что будто бы диктатура тут сломалась и давайте мы просто будем продолжать эту же диктатуру будем делать диктатуру 20 но вот этих ошибок диктатуры не повторим но мне кажется что они просто наделают новые ошибки какая-то тоже неправильная у них мысль в том что будто бы избежав ошибки сталина там или гитлера или франка они не наделают своих новых собственных ошибок но они анализируют как ты думаешь или это мы сейчас пытаемся скажем так сделать их умнее чем нет я думаю что они анализируют и я думаю что они пытаются понять у них наверняка есть какие-то идеи они же сами себе пытаются объяснить почему вдруг опять там лубянка вся завешена мы знаем что когда вызывают сотрудников бывших мемориала на допросы не рассказывали что они ходят прямо по лубянке и считают портреты держинского которые сейчас висят в кабинетах да и мы понимаем что напротив уже у соловецкого камня не читают последние имена и я думаю что вернется и памятник что он уже готов вроде только еще не все не выгрузили его туда и в этом смысле я думаю что они понимают что они делают они понимают куда они хотят вернуться когда я не знаю если видел вот эти все пресс-секретарии всяких органов которые появляются в форме нквд сейчас у них крой такой там другие погоны да ну крой абсолютно туда и мне кажется что они и есть хороший такой прекрасный термин тотальгирует да когда вместе ностальгия и тоталитаризм в одно слово вот мне кажется что эти люди очень тотальгирует по тем временам и очень хотят туда и я думаю что они пытаются переосмыслить просто у них мыслители это условные там дугин или еще кто-нибудь и в этом смысле вряд ли стоит ожидать что они какую-то там серьезную базу под это смогут подогнать но они совершенно точно хотят туда и мне кажется что это связано с тем что они не очень понимают как существовать в современном мире все эти большие режимы там путина и лукашенко мне кажется я там об этом часто говорю что они борются не столько с там с российским народом сейчас не столько там с украины и западом т.п. сколько борется как раз со временем им нужно развернуть эту огромную махину диктатуры повернуть время будто бы вспять потому что они как раз понимают как действовать как можно было действовать в тридцатый как можно было действовать сороковые а как в новых обстоятельствах действовать с этими всеми старыми методами как действовать там с со сми например в 2020 году лукашенко же не делал вообще ничего нового на выборах которые он собирался там выиграть в пятый или шестой раз уже никто не помнит и вдруг что-то сломалось вдруг его вот будто бы белорусики про которых он все знает которые будто бы должны покорно пойти проголосовать него там и выйдет 50000 пустой вдруг миллионы на улице да вдруг у них есть какая-то самоорганизация чат и какая-то помню в общем он понимает что он не узнает это новое поколение ему нужно срочно что-то предпринять для того чтобы она опять стала вот теми белорусами которых он знал в 90 и условно то есть получается что эта борьба в каком смысле если метафорически к этому и не только метафорически подходить это борьба кнопочного телефона со смартфоном хочет вернуть кнопочный телефон или даже вертушки вертушки конечно вертушки во всех смыслах да но у него получается но у него получается сейчас если мы говорим про лукашенко у него получается сейчас безусловно загнать страну в такую кому в которой она была потому что мы понимаем что сейчас минске невозможны протесты мы понимаем что в минске каждый день идут репрессии и это такая очень непонятные смысле логики никакой логики не подходят они просто постоянно выдергивают там есть там у них норма 23 ареста в день чтобы поддерживать эту температуру репрессии плюс белорусские силовики пытаются набрать максимальное количество людей потому что у некоторых дел двадцатого года есть срок годности условно через пять лет уже нельзя будет людей арестовывать по этим делам и они пытаются максимально всех закрыть к вам то есть понятно что белорусские силовики придумают как продлить эту систему да они не остановятся но сейчас будто бы репрессии идут в постоянном таком темпе еще и потому что они пытаются покарать абсолютно всех кого нужно покарать а это миллионы людей и в этом смысле я думаю что они очень и очень хорошо движутся как раз вот к этому такому дисковому телефон они я явно не хотят чтобы это была современная страна единственно чего не хотят просто удерживать власть 2020 год тебя называют кстати одним из голосов протестного движения я помню мы освещали очень активно как раз события в белоруссии и было несколько мнений у политологов одни считали что все лукашенко повержен практически но были эти мнения в частности датриорешкин говорит к сожалению нет к сожалению лукашенко не будет смещен потому что у него штыки а у кого штыки кто-то контролирует гражданское общество к сожалению вот у тебя была тогда какая-то надежда эйфория что может все это закончится у меня совершенно точно была эйфория и надежда потому что я как раз всегда был скептиком и всегда до последнего человеком который говорит что очень сложно представить перемены но когда ты оказываешься на улице на протестах а ты видишь что действительно там я помню в десятом году когда я выходил на протесты нас там было 50 тысяч человек может сто не знаю но это какая-то была очень понятная была часть протестующего меньшинства в двадцатом году когда ты был на улицах ты видел что это миллионы людей что квартиры пустуют что не знаю там домушники могут выносить все сейчас потому но домушники мне кажется если я скажу что домушники тоже были на протестах то белорусская пропаганда тотчас подхватит это скажешь только домушники дома были но значит было миллионы домушников были на улицах и момент когда мне нужно было уже покидать страну потому что было понятно что меня будут задерживать мне позвонил друг сказал что нужно срочно выезжать я говорю куда выезжать нас тут осталось две-три недели уже все мы чувствовали что победа вот она уже близко и это конечно было мне кажется в этом была наша иллюзия и в этом была наша ошибка потому что сейчас оглядываясь на то что происходило в 2020 году я думаю что мы можем говорить о том что у нас получились очень красивые мирные манифестации но у нас не получилось настоящего протеста как был протесту солидарности да у нас не получилось остановить заводы у нас не получилось остановить улицы и в этом смысле это были правда такие очень красивый очень красивые манифестации но наверное не совсем не в полной мере это был протест ну то Понятно, что мы можем сейчас вокруг этих слов долго обсуждать, что мы имеем в виду, но я был твердо убежден в том, что мы близки, и другое дело, когда ты понимаешь, что да, действительно ты противостоишь вооруженным людям, за которыми стоит Москва, хотя мы понимаем, что сам Лукашенко в первое время по задержаниям мы видим, что они как раз подозревали Москву в том, что происходит в Беларуси, потому что когда задерживали, у них там была версия, когда задерживали Шклярова, и будто бы там были вагнеровцы, за этим стояли, то есть мы видим постоянно Лукашенко, который обнимается с Путиным, и они будто бы лучшие друзья, но мы понимаем, что это люди, которые, первый, кого он подозревал, он не думал о том, что просто белорусы не хотят с ним жить, он был твердо убежден в том, что это Москва пришла его смещать. — Но можно ли сказать о том, что Путин спас Лукашенко, как ты думаешь, в тот период? — Я думаю, что его спасло много, и Путин, и мы понимаем, что там российские военные, которые были рядом, или, по всякому случаю, информация, это жесты эти, да, когда нам говорили, что будет примерно то же, что там случилось в Казахстане, я думаю, что его спасло время, потому что люди уставали, люди выходили на протесты, на манифестации на эти в течение полугода, да, и ситуация начала, как-то мы видели там первое время, когда было какое-то одно количество, будто бы людей там, не знаю, в Министерстве иностранных дел, когда дипломаты переходили на сторону протестующих и говорили, что мы там с людьми, а потом, когда людей начало становиться на маршах, потом меньше и меньше, и мы видели, как силовики работают, и как они начинают задерживать до и после, я думаю, что помогло время ему, и, конечно, Россия помогла, если бы это был один Лукашенко без помощи Москвы, то я думаю, что нам было бы чуть-чуть проще. А Путин учится у Лукашенко, как ты думаешь, есть такая версия, что то, что происходит в Беларуси, потом происходит в России, ну или, по крайней мере, есть некие тенденции, которые потом реализуются уже там? Ну мы часто шутим про то, что Беларусь такая репетиционная точка, что в Беларуси часто обкатывается то, что потом применять, но мне кажется, что это просто такая гонка вооружений двух диктаторов, они друг за другом постоянно подсматривают, они все время решают, мне кажется, что, ну, Лукашенко ненавидит Путина за то, что он бы развернулся как раз больше, и будь он президентом России, он понимает, что он очень ограничен в своих возможностях, мне кажется, что, там я говорил об этом недавно где-то в эфире, по моим представлениям Лукашенко это такой Гитлер, который остался в Австрии и не смог из него выехать, вот у тебя есть все эти амбиции Гитлера, ты хочешь покорить весь мир, а ты остаешься, будто бы там по каким-то историческим коллизиям, ты остаешься внутри Австрии и можешь устроить там лагеря, диктатуры только в Австрии, но они не... Я думаю, что Лукашенко... И были же, мы помним, в конце 90-х, да, вот это вот все идеи с союзным государством, с президентом союзного государства, но я думаю, что Лукашенко до сих пор жалеет о том, что у него не получилось стать президентом союзного государства там и в итоге России, потому что я думаю, что он чувствует, что он бы был лучшим и более великим правителем России, чем Путин. А война с Украиной, которую начал уже Путин, Лукашенко, не знаю, добровольно, не добровольно, здесь я не знаю, насколько уместно вообще такие определения, был присоединен в качестве сателлита и союзника, эта война ему сыграла на руку или он этого на самом деле не хочет? Я не про морально-нравственный аспект, с точки зрения политической конъюнктуры внутри. Я думаю, что мы вот не говорим про какой-то супер важный аспект, постоянно мы его опускаем, про то, что она ему безусловно сыграла на руку, потому что сейчас в Беларуси, кроме того, что через Беларусь там заходят и стоят какие-то войска, и иногда из Беларуси летят ракеты, Беларусь очень много денег зарабатывает на этой войне, потому что в Беларуси происходит ремонт техники, и Беларусь начала производить вооружение, которое поставляется тоже на эту войну, поэтому это безусловно. Он строит из себя миротворца, я думаю, однажды он расскажет про то, что он тот единственный человек, который спас Украину, но сейчас он зарабатывает огромные деньги на этой войне. В Беларуси там, правда, ремонтируется вся эта техника российская, там построятся новые заводы, которые там работают на эту войну, поэтому и он в очередной раз, мне кажется, просто проявляет себя как действительно выдающееся политическое животное, в смысле того, что он умеет лавировать и даже здесь находит, мы же наблюдали, как в первые годы войны Украина была единственной страной, которая не общалась, не контактировала с Тихановской, когда уже все европейские лидеры встретились с ней, Украина общалась, продолжала общаться с Лукашенко, и это понятно, потому что не может быть никакой претензии, он был популярен в Украине, мы понимаем, что в 2020 году, после протестов 2020 года, по-моему, 41% жителей Украины поддерживали действия Лукашенко в отношении протестующих, в том смысле, что у него в Украине, где, наверное, люди в какой-то момент устали от постоянных, у него была какая-то такой миф, вот, человека, у которого порядок в стране, да, постоянный, я думаю, что сейчас, конечно, нет этих 40%, я не знаю, можно, наверное, провести еще один опрос, как теперь люди в Украине относятся к Лукашенко, но я думаю, что у него гораздо меньше стало популярности, и в этом смысле, я думаю, что он, конечно, думает, как выжить в этой войне, ему сложно, потому что Россия его постоянно давит, и я думаю, что это довольно такое, у него сейчас тяжелое положение, потому что, если представить себе, что Россия проигрывает в этой войне, что сейчас сложно представить, то Беларусь точно станет каким-то трофеем, который нужно будет представить россиянам, если Россия выиграет в этой войне, то Беларусь тоже можно забрать как трофей тоже этой войны, и уже, ну и потом мы все время, когда говорим про независимость Беларуси, про фактическую или юридическую, там, да, юраль, де-факто, мы не знаем, ведь все эти годы, насколько мы действительно независимы, мы не знаем, о чем общаются эти люди, когда он приезжает в Москву, постоянно ездит на поклон, мы не знаем, о чем он говорит, мы не знаем, насколько его давят, насколько его придушили, какая у него есть еще контроль над Беларусью, и там, не поменяют ли флаги через два дня, да, после того, как его не станет, и кто будет, кому собирается придавать власть, поэтому сейчас мы понимаем, что это такой человек, который просто вот после выборов 20-го года сумел, там, с помощью силовиков, которые предали людей, удерживать власть, и он удерживает эту власть в течение этих четырех лет в стране. Но у него же, я так понимаю, что его такая мечта, не то чтобы она осуществилась полностью, но частично, он получил ядерную бомбу, она теперь есть на территории страны, правда, он ее, видимо, не контролирует все-таки, но тем не менее. Ну вот, я не знаю, это вот опять возвращается, возвращаясь к вопросу о том, насколько этот человек управляет страной, насколько, когда ему передают эту бомбу, там, или ему передают муляж, я не знаю, или действительно там что-то приезжает, насколько этот человек руководит всеми процессами, или там, хотел он ее забирать, или ему сказали, что он ее должен получить, мы не можем говорить, потому что, мне кажется, это такой субъект, который будто бы выглядит человеком, который контролирует ситуацию, а с другой стороны, мы понимаем, что ничего не есть там, ему скажут, что начнется вторжение через Беларусь, значит, начнется вторжение через Беларусь. Мы видели, как белорусские гаишники, разве что с хлебом и с солью не встречали российские войска, которые входили в Беларусь и просто там направляли их, там, и не знаю, разве что не кланялись русским солдатам, которые входили в Беларусь. А Путин, вот тебе как писателю, если посмотреть на него не как на человека, а как некое явление, он интересен тебе? Ну, конечно, все злодеи очень интересны, когда ты... Насколько, скажем так, он такой кристаллизованный злодей, то есть даже не кристаллизованный, насколько он наполненный злодей, вот в плане драматургическом? Мне кажется, знатный злодей, хороший для того, чтобы описывать, просто в этот момент мне всегда интересно работать с документами, рассказами, то есть если условно представить себе, чтобы у тебя была возможность вот так с ним долго, часами разговаривать, и если представить... Как Оливера Стоуна. Да, 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 но если бы представить, чтобы тебя не использовали как Оливера Стоуна, а если допустить какую-то идеальную ситуацию, в которой Путин говорит, там, не знаю, Лукашенко, Саня, давай сядем, поговорим, я тебе выложу, как все было на самом деле в его представлении. И покажет карту, да, откуда ты готовилась на падение. Тогда, конечно, это очень интересно, потому что ты можешь понять мотивации, которые нам, конечно, кажется... Ну, то есть выглядит так, что человек в 2024 году мыслит территориями и мыслит какими-то вещами столетней давности, что нужно вот отжать еще кусок какой-то страны, но ты будто бы в 2020 году, в 2024 не можешь поверить, что у человека могут быть такие мотивации. Ты не можешь поверить, что лидер страны мыслит так, что вот сейчас нужно тут все свернуть страну, чтобы удержать власть и захватить, оттяпать кусок чужой страны, потому что в этом есть будто бы наше какое-то величие, наше предназначение, миссия быть Владимиром, собирателем земель. Ну, ты вроде как всерьез не можешь в это поверить, но выглядит так. Ну, это не проблема того, что восприятие связано с каким-то мировоззрением, потому что если перевести это на уровень, так скажем, бытовой... Вот у меня, когда я жил в Золи, тут такой район в Риге, были соседи. Ну, скажем так, я не хочу использовать грубые слова, но ребят с определенным образом жизни. Они однажды выбросили с первого этажа своего собутыльника, потому что им не нравилось, что он то ли активно стонал, он ударился там. Они его просто выбросили в окно. Ну, я ему скорую вызывал. Был такой случай в моей жизни. И это их психология. То есть, условно говоря, они могут подойти, они могут увидеть там, не знаю, подростка, который идет с улицы отжать у него, не знаю, кошелек и так далее. Просто мы когда говорим об этом уровне, ну, это все кажется убого, странно, страшно, ну, скорее убого, да? А вот если мы говорим о, скажем, высоком уровне, мы вдруг начинаем наделять это каким-то сакральным смыслом. Психология же может быть точно такая же. Не-не, я как раз и не наделяю. Мне кажется, что мы говорили просто о том, что было бы интересно поговорить, понять, что там в голове. Но я как раз не наделяю. И я всегда и говорю про то, что, мне кажется, и в Беларуси, и в России это просто ребята, которые там отжимали фуры ровно так же. И мы понимаем, что это люди, которых там огромное количество бандосов, и которые ведут себя как бандосы, которые ведут себя по каким-то таким очень понятным понятиям. У Лукашенко все время, они все эти там тюремные штуки в нем проскальзывают, у него все время там кого-то унизить, насадить, там отыметь и т.д. и т.п., поставить на колени. То есть это из унижения? Конечно, да, человек живет. И здесь, мне кажется, то же самое. Просто будто бы, ну, есть ощущение, что... Ну, и плюс там у Путина его это прошлое ГБшное, которое, безусловно, делает тоже трансформацию с человеком. Мне кажется, невозможно выйти здоровым человеком после того, как ты прошел это все. Поэтому мне кажется, что здесь как раз вот это такой жуткий перекресток, да, когда люди там... И мы понимаем, какими делами занимался Путин в Петербурге 90-х, да, и что он разруливал, что ему приходилось разрулить. В этом смысле удивляться, что он сейчас ведет политику так, как он ее ведет, тоже странно, потому что... А вот это подчинение, как, условно говоря, одному человеку, который поднимается на этот Олимп политический, ну, Олимп, можем, чтобы его не делал таким благородным, поставим там кавычки, но, тем не менее, он стоит на вершине этой пирамиды, на этой пищевой цепочке, и как ему удалось, условно говоря, перепрограммировать такое большое количество людей, которые вдруг начинают, и мы это видим, деградировать. То есть мы видим, что происходит с Лавровым, человеком, который пользовался авторитетом на международной арене до определенного момента, к которому прислушивались в ООН, ну, про Медведева я вообще не говорю, хотя это очень наглядный пример, тотальной деградации, кстати, бывшего президента Российской Федерации. У тебя есть объяснение, как это работает? Мне кажется, что это работает так, что и Лавров, и Медведев, и все люди вокруг — это выдающиеся флюгеры, и им все равно... Дело не в том, что они, может быть, там настолько действительно деградировали. Дело в том, что они понимают, что сейчас времена, когда нужно демонстрировать свою деградацию, когда Медведеву нужно было демонстрировать, что он либерал, а он демонстрировал, что он либерал. Когда сейчас ему нужно демонстрировать, что он какой-то пьяный, отбитый дебил, он вот это демонстрирует, и потом через несколько лет можно будет тебе представить, что он опять будто бы опомнится и будет читать лекции в университетах, там, я не знаю, о литературе, например. Мне кажется, что это люди, которые как губка впитывают запрос на вот эту истерию, они впитывают запрос на то, они понимают, что, это как раз про будущее, они понимают, что они сейчас живут условно не в Швеции или не в Швейцарии, где они бы не могли себя так вести, как политики, не могли бы так себе разговаривать. Сейчас у них есть запрос на то, что Россия это такие вот бандосы, которые ничего не боятся, которые постоянно повышают ставки, и странно было бы, если бы ставки повышал там, не знаю, Макрон, который будет прилично выражаться, и вдруг он тебе же не поверит твоим угрозам, если ты при этом прилично угрожаешь, да, тебе не поверит, что если ты будто бы вежливо говоришь, я вот сейчас отберу кошелек, отберу что-то, все подумают, что какой-то есть такой в этом диссонанс, да, а когда ты творишь дичь, тебе нужно ее и как-то поддерживать, плюс я думаю, что у этих людей проявляется их истинное какое-то начало, наконец, вот они поняли, что можно не играть в демократию, можно не пытаться изображать из себя демократов, а можно быть теми, кто они есть на самом деле, и мы видим настоящие лица этих людей, но это не отменяет того, что они как хамелеоны смогут потом опять свои эти лица прикрыть и быть, если понадобится, и наступит какая-то там, я не знаю, не оттепель, а там какое-нибудь потепление с Европой, они опять начнут вести себя так, будто бы ничего не происходило, будто бы это был какой-то такой сон, про который мне кажется, самое грустное в этом во всем, что через 10 или 20 лет люди опять забудут и сделают вид, что ничего этого не было. Знаешь, я вот задумался, вот тебе было бы интересно писать роман о таком флюгере, потому что вот вспоминается сталинский секретарь Поскребышев, мне кажется, это жутко интересная история, жутко, я не случайно использую это слово, это жутко действительно, но это человек, у которого там жену репрессировали, и он был таким кушать поданным, Иосиф Виссарионович, да, и он был им уверен вот на протяжении всего этого, хотя, возможно, где-то в душе он его ненавидел. И вот об этих людях не пишут книги, как правило. Как это? Я вот написал ровно о таком человеке сейчас, кремулятор, о таком человеке, о флюгере. Который в крематоре. Да, Петр Нестеренко, он белый офицер, он переходит, он воюет за белых, за Деникина, воюет за красных, воюет за немцев, за Раду, потому что мы понимаем, что 20 век постоянно перед ним ставят этот выбор, ему все время, он эмигрирует, он меняет страны в миграции, он находится в Турции, находится в Болгарии, в Польше, в Сербии, в итоге возвращается, становится первым директором крематория, и даже там ведет двойную жизнь, потому что по утрам он кремирует Маяковского, Горького, Родженикидзе, всю верхушку, и у него такая очень богемная жизнь московская. А по ночам ему привозят трупы с Лубянки, и он затирает следы преступления. И мне как раз очень интересно было показать, как человек, как флюгер, постоянно выбирает, и при этом это летчик белой эмиграции, который мечтает все равно летать. Есть момент в допросах, когда с ним говорят про то, что он мечтал сделать на территории Донского кладбища аэродром, чтобы самолеты взмывали над Москвой и развеивали прах известных коммунистов. И в этот момент ты задаешься вопросом, он уже с ума сошел, или он настолько любит летать, что он понимает, что это его единственный способ стать летчиком и летать над Москвой. Мне как раз было очень интересно про этот постоянный выбор, про то, как человек все время пытается обмануть систему, пойдя с ней на какой-то компромисс. И как этот компромисс тебе все равно рано или поздно загонит туда к расстрелу, и тебе кажется, что будешь хитрить, хитрить, обманывать. И, собственно, как мы видим, как советская эта власть постоянно очищалась, как люди, которые были еще вчера, они были лидерами, они становились врагами, 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 и новое кольцо врагов. И мне кажется, то же самое мы будем наблюдать сейчас и в России, и в Беларуси. Но вот этот, кстати, компромисс, вообще возможен ли какой-либо компромисс с тоталитарной властью, который, возможно, приведет к каким-то изменениям? Ну, есть история Шиндлера, да, Спилберг ее увековечил. Я не знаю, можно ли здесь говорить о компромиссе, но он остается в рейхе, он остается в системе, и при этом он спасает евреев, и он становится праведником мира, оставаясь частью этой системы и используя, скажем, тот ресурс, который у него есть, остается от системы для того, чтобы совершать доброе, праведное дело. Вот сегодня, когда мы говорим о таких вещах, насколько вот этот компромисс возможен? Шиндлера, сейчас у меня как раз тур по Польше закончился, и я все в свободное время там, мне кажется, чем отличаются писатели от нормальных здоровых людей, потому что писатели, когда у тебя свободное время, ты едешь сразу в Аушвиц, ты едешь в, вот я был в музее Шиндлера, едешь во все музеи солидарности в Познане, в Гданске, для того, чтобы там приблизиться к этим временам увидеть какие-то документы, которые есть в этих музеях. Шиндлером такая сложная история, потому что про мотивацию его мы все равно еще до конца не понимаем. Мы очень много раз принимаем через фильм. Через фильм, да, да. Я согласен, это неконистологизация. Конечно. Это вопрос, конечно, мне кажется, каждый сам для себя решает, и в этом смысле не нам судить, какой выбор делает человек, что он делает. Мы скорее пытаемся понять, почему он делает этот выбор. Шиндлера там остается, условно, фигура Шиндлера, которую мы понимаем, да, он спасает людей, конечно, это важно, то, что он спасает людей. И да, и в этом смысле просто каждый для себя принимает решение. Он взаимодействует с этим режимом, помогает этому режиму. Там есть другой, например, для белорусов сейчас важный очень момент, который вызывает много споров. Нужно ли вести диалог с властью, с людьми, которые удерживают власть, чтобы выкупать политических заключенных? Должен ли быть этот диалог с диктаторским режимом, когда они забирают, забирают людей и начинают потом торговлю этими людьми? Там, например, говорят, что ну вот даже Израиль ведет переговоры с террористами и меняется, да, но у нас мы не можем применять этот пример в Беларуси, потому что у нас нету в плену представителей лукашенковской элиты, да, нам некого менять на наших политических заключенных. И мы понимаем, что как только освобождается один политический заключенный, и если там в обмен на это идут послабления акций, то режим сразу понимает, что это работает, и забирают на это место следующего человека, еще одного человека, еще одного человека. И это такой вот сложный тоже моральный выбор. На самом деле сейчас еще вопрос даже не в том, что там не ведутся переговоры по поводу политзаключенных, а дело в том, что белорусский режим загнал себя уже в такую ситуацию, и это такой снежный ком санкций, что у них у самих нету контрпредложения, они не знают, чего они хотят. Вот они скажут, там, Лукашенко, я готов выпустить там 100 политических заключенных, но он даже не знает, что за это попросить, потому что санкции же не снимаются сразу все вместе. Там есть санкции за пытки, есть санкции за там помощь в войне, за то-то, и там какую-то часть санкций, которые снимут, мне кажется, им самим уже совсем неинтересно. И в этом смысле просто закончился этот диалог. Но моральные вопросы перед нами всегда будут стоять и в смысле того, сотрудничать с режимом или нет. Мне кажется просто, что в этом, в Беларуси там в 16-17 году у людей была какая-то вот как раз точная иллюзия, про которую я писал, что в Беларуси будто бы началась такая мягкая белорусизация, либерализация, и Лукашенко сам сейчас придет к тому, что отдаст власть, и у нас будет какой-то новый премьер. И для меня это казалось очень странным, почему люди в это вдруг верят. А вот насчет веры, кстати, как ты думаешь, насколько адекватно оценена роль российского телевизора в плане формирования некого такого общественного настроения и поддержки вождя? Не знаю, я в этом смысле очень солидарен с Юдиным, который, мне кажется, говорит очень правильную вещь про то, что люди не всегда понимают, как работает российская пропаганда, в том смысле, что нам кажется, что она вот каждый день постоянно призывает людей поддерживать войну, и наверное, на кого-то это действительно действует, на небольшой процент. Но мне кажется, гораздо важнее понимать про российскую пропаганду то, что она заставляет людей не действовать, а бездействовать. И жить вот этой свободной жизнью, такой своей жизнью, как страусы в песок, которые не замечают просто войну, потому что вот в этом смысле мне очень понравился аргумент Юдина, когда он говорит про то, что когда российской пропаганде нужно было заставить людей вакцинироваться, то есть побудить какому-то действию, она не справилась, она не смогла с этим сделать. Потому что сначала они создавали такой нарратив, что западные вакцины не работают, и пытались спутник продвинуть, и в итоге они просто убили. Да, но в итоге россияне не подорвались. И в этом смысле мне кажется, что и сейчас мы видим, что россияне не столько, то есть есть безусловная внушительная часть россиян, которые поддерживают войну, есть там большая часть россиян, которые против, но главная группа россиян, которая живет просто в какой-то вот эти вот российские комики, все, которые шутят сейчас про турбулентность или про не замечают, живут какой-то такой жизнью, когда не замечают огромного слона в комнате. Вот мы бы сейчас вели интервью, у нас здесь стоял бы огромный слон, он, не знаю, там вонял, затаптывал детей, там кучи наваливал, и мы бы с тобой сидели, разговаривали, будто бы всего этого не происходит у нас здесь вот просто... Это, кстати, высшая степень профессионализма. Согласить. Ты не обращаешь внимательно, что происходит и делаешь свою работу. Да, ну и в этом смысле россияне, да, проявляются высшую степень профессионализма, инфантилизма высшую степень, да, у нас будто бы нет никакой ответственности за наше общество, мы ничего не можем сделать, мы ни на что не можем поменять, и давайте просто дальше жить вот этой какой-то своей жизнью, которой мы живем, и пусть там война сама собой как-то разрешится. Мне кажется, на это работает в большей степени пропаганда. Мне кажется, пропаганда говорит, ну и собственно, почему было это слово, мы там, мы разберемся, сидите, живите своей жизнью. Люди в Екатеринбурге возбуждаются не от того, что война идет, от того, что людей уничтожают и в Украине геноцид, а когда Соловьев называет их там центром Либеросни, и они такие сразу, минуточку, у нас тут есть уральские понятия, нам какой-то там чувак из Москвы не будет рассказывать, кто мы на самом деле. Я вот там из того, как сколько лет я жил в России, видел, мне кажется, что вот это какая-то логика, там попытка понять пропаганду, она там больше и ближе к правде, что не отменяет, безусловно, того, что российская пропаганда, конечно, каждый день работает на то, чтобы люди поддерживали все больше, поддерживали эту войну, и российская пропаганда работает тонко, там часто тоньше, чем мы думаем, например, там, не знаю, какая-нибудь Ксения Собчак, да, которая является, безусловно, частью российской пропаганды, когда она ведет свой канал, будто бы оставаясь независимым журналистом в России и в ее канале, в котором там у нее миллионы подписчиков, нет никакой информации о прилетах в Украину, она каждый день рассказывает только о том, что будто бы происходит в России, и каждый день рассказывает только о прилетах в Белгород, как будто каждый день Украина бомбит Белгород, и это новости, и у нее нет ничего про то, что прилетает в обратную сторону, и у зрителя, который подписан на нее, ее будто бы не считают, да, частью пропаганды, складывается каждый день впечатление, что ракеты летят в одну сторону из Украины в Россию, и это, конечно, часть пропаганды, и, конечно, это часть поддержки, и мы видим, как потом там ее супруг получает за это новые и новые театры, и как вместе семья живет хорошо, и в этом смысле мне кажется, что они работают и тоньше, и лучше, и вот на все это, на то, чтобы не замечать войну. При этом Собчак рассказывает о политзаключенных, Собчак рассказывает о смерти Навального, Собчак рассказывает о каких-то вещах, связанных с, ну, скажем так, не очень правомерными действиями путинской системы, она все это делает на каналах, и здесь возникает вопрос, скажем так, от нее и от ее медиаресурсов больше пользы или больше вреда, как ты думаешь? То есть она же рассказывает, что, то есть это, я читаю ее каналы регулярно и смотрю, и согласен с тем, что ты говоришь, но при этом я вижу, что она показывает какие-то вещи, которые российского власть, скажем так, не славит и не прославляет. Да, мне просто кажется, что это норма, в этом и есть работа журналиста, но ты не можешь быть... Да, ты не можешь оправдывать с тем, что окей, тогда вообще не пиши про... Ну, она же очень хорошо понимает, что она искажает оптику, она искажает оптику своих подписчиков, и в этом смысле то, что она рассказывает про то, что есть в России плохие бояре, которые плохо себя ведут где-то, Путин об этом не знает, если бы Путин знал, то он бы обязательно разобрался с этим совсем. Не знаю, мне кажется, что это очень такая избирательная журналистка. Есть отвратительная фраза, которую я не люблю, но она иногда точно описывает то, что происходит. Нельзя быть немножко беременной. Вы или беременны, или нет. И в этом смысле тогда, мне кажется, что нужно говорить себе, что я не могу заниматься журналистикой в этой стране, я не могу заниматься объективной журналистикой в этой стране, я не могу избирательно показывать то, что происходит в этой стране, и я, наверное, тогда заканчиваю заниматься журналистикой и опять веду корпоративы. Или опять баллотируюсь в президента России и опять изображаю себя каким-то будто бы соперником владимира пути но ты знаком с ней лично я знаком с ксюши лично и у меня исключительно хорошие с ксюши отношения в смысле как с человеком она я не могу ничего плохого сказать про нее как про человека потому что она со мной всегда была очень порядочно но это не аргумент смысле того что и сечин и шойгу тоже может быть лично с вами очень порядочным человеком это не отменяет того что он делает и ксения предлагала мне быть частью ее штаба вот когда она шла на на выборы и там очень там мы поговорили с ней гораздо короче чем сейчас с тобой и стало понятно что это просто какая-то комедия но ты не писал после после начала нет мне вообще всегда кажется что если человек попросит совет он спросит она же не просит никакого моего совета она не просит чтобы я стал моральным и ориентиром ее жизни я думаю что она очень хорошо понимает всегда что она делает и в этом смысле я точно не нужны мои советы и она точно я точно не являюсь для нее авторитетом я думаю что я являюсь для нее там автором смешных гагов и шуток которые там писал я какие-то смешные подводки на телевидении на этом моя роль заканчивается поэтому нет нет смысла давать ей какие-то советы вот про журналистику в россии ведь остаются ресурсы их немного их мы знаем и можем пересчитать на пальцах уже наверное одной руки ну например живой гость старается что-то делать в россии новая газета которую запретили и так далее дмитрий муратов есть канал но медиа из россии что-то старается делать в россии и они в очень усеченных рамках под очень большим вниманием и колпаком но они остаются и голос звучит оттуда и это не все могут сказать и они вынуждены соблюдать какие-то совершенно бессмысленные нелепые какие-то правила для того чтобы продолжать говорить именно оттуда сто процентов и этими людьми как раз мне просто кажется что очень некорректно сравнивать ту работу фундаментальную которую делают ребята то на живом гвоздень то местной вась полонский там с тем что делает собчак мы будто бы сейчас их поставили в один ряд а это совершенно точно люди которые занимаются разными делами очень по-разному показывать мы понимаем когда они не могут что-то сказать потому что за это прилетит но они при этом не искажают картинку происходящего они называют там рассказывают про прилет они обсуждают все темы поднимают я там то что ксения анатольевна делает описывая какие-то ужасные вещи чудовищные которые происходят в россии она и должна это делать потому что она заявляет себя как журналист и она не должна при этом искажать картинку потому что мы не ставим в заслугу хирургу который вас прооперировал то что он вас прооперировал это и есть его работа это и есть ее работа если она говорит что она независимый журналист и если она искажает что-то мы должны говорить о том что она что-то искажает только и всего мне кажется что ребята которые там вы перечислили занимают ну вот просто какие-то большие герои которые остаются сейчас в россии и делают там принципиально другую работу и принципиально по-другому описывают и не создают вот не создают этот фон нормальности не создают вид что в стране все нормально происходит и есть перегибы на местах венедиктов фигура которая вызывает у многих много вопросов алексей алексеевич регулярно бывает у нас в эфирах и он сам говорит о том что как и как его воспринимают и он называется человеком компромисс какое твое отношение к алексея венедиктова да мне кажется что какая разница а что он говорит на этот вопрос что я извиняюсь я отвечу я делаю еще те дела которых многие не знают например он занимается сейчас вопросом возвращения похищенных украинских детей да и здесь можно подходить к это это преступление и международный уголовный суд это ну как сделать так чтобы дети вернулись и есть такие люди которые нужны для того чтобы в этой мутной воде вести эти переговоры осуществлять эти процессы это про то что мы с тобой говорили а кто нужны ли в рамках системы или около системы люди которые будут решать какие-то задачи с диктатурами сто процентов нужны я знаю эту историю про освобождение детей и знаю действительно людей которые вместе с венедиктовым этим занимаются и это тоже очень важная вещь это невероятный вклад и там тоже фундаментальная работа мне просто кажется вопрос выбора каждого человека да там то чем занимается венедиктов он принимает решение о том что он идет на этот компромисс он занимается такой штук я могу про себя сказать что я бы не поступил так как поступает венедиктов и поступаю принципиально иначе там я в какой-то момент понимаю что то я никогда не никак не соприкасался я уезжаю я не не могу взаимодействовать с этими людьми и не хочу взаимодействовать с этими людьми если бы у меня была возможность там не знаю также спасать детей как это делает команда людей пошел либо я на этот компромисс я не знаю как бы я ответил на этот вопрос потому что не знаю для меня будто бы ты делаешь это очень сложный вопрос потому что стратегически ты решаешь какую-то проблему сейчас фундаментально ты не решаешь в то есть тактически наоборот ты решаешь проблему стратегически мне кажется ты ее не решаешь и будто бы может быть в какой-то момент нужно отказаться от взаимодействия с этой властью а может быть и нет я думаю что здесь нет правильного ответа и и каждый сам себе тоже и и мы просто отскочили от собчак и переходим мне кажется что каждый этот пример он друг с другом не очень корректно связывать потому что это какие-то разные степени компромисса разные степени например понимаю про дипломатию да и я скорее там за решение каких-то дипломатических вопросов но и сам часто встречаюсь дипломатами европейских стран и там консультирую потому что происходит в беларуси и это каждый раз моральный вопрос потому что например мы знаем что когда гражданку швейцарии и беларуси херши освобождали из беларусской тюрьмы мы знаем что амбассадорка посолка швейцарии она приехала с моей газеты который писал швейцарской прессе с моей статьей в которой я описывал то что происходило с херши в беларусской тюрьмы и через херши описывал все что происходит со всеми женщинами в беларусских тюрьмах и понятно что ее бы и без моих статей освобождали просто это был какой-то фокус и мы понимаем в этот момент что когда херши освобождают одно из условий освобождения херши одна из договоренностей что швейцария вручает беларуси и лукашенко в верительной грамоты швейцария признает лукашенко условно в отличие от всех европейских стран президентом действующим президентом республики беларусь и здесь моральный вопрос то есть мы понимаем что с одной стороны действительно спасают человека и одна человеческая жизнь она бесценна мы понимаем что человек оказывается на свободе вместо того чтобы гнить в беларусских тюрьмах но в тот же момент мы понимаем что режим берет из этого выгоду и на следующий же день на место херши оказывается другая женщина которая сидит из-за которой не вступится швейцарское государство потому что она просто гражданки беларуси и это вопрос на который каждый сам себе дает ответ и у меня например по-прежнему нет ответа хорошо это было или нет смысле того что я счастлив что херши на свободе но какой ценой это вопрос вот когда люди надевают на себя белое пальто и когда начинается такая тотальное осуждение ты поступил правильно ты поступил неправильно это может вопрос как-то к этому относится он очень общий но тем не менее ты замечаешь тенденцию что очень часто мы видим людей в белых пальто это образ да и мне я как я буду не хотелось показаться почему-то человеку в белом пальто потому что я не не призвали мне кажется я не не хотел в смысле прозвучало того что я там осуждаю собчак за это мы просто говорили про какой-то отдельный конкретный пример говорили про выгоды да да несколько другая история гораздо более сложные кейсы мне кажется что это просто там я вот как не участвую в каких-то никогда в беларуси на самом деле очень модно у нас называется бульба срач когда люди в фейсбуке выясняют отношениями кажется белорусы в этом еще и передели как раз российскую интеллигенцию оппозицию в беларуси как мне кажется гораздо больше всяких происходит внутри белорусских каких-то выяснений отношений я никогда в них не участвую потому что я не понимаю зачем это какой-то очень странный уровень дискуссии который ни к чему не ведет он не приводит никаким правильным решением и мне кажется часто что люди которые осуждают вот люди которые в белом пальто это во первых какая-то такая очень для них трапевтичная и защитная реакция чтобы то есть это первый на кого-то напал или ты первый кого-то завесил ярлыками то тебе самому не прилетит и будто бы они считают себя моральными камертонами и будто бы они понимают как как нужно правильно действовать я как раз человек про вопрос и я очень часто не знаю как действовать или как бы я бы действовал и я не мне хочется верить что блин я теперь буду весь эфир думать про то что я бедную собчак на я думаю что вообще не бедные что все все по заслуга может она к нам придет да она собиралась сама но потом пропал да но надо будет ей на поле если придет приходит спросим спросим да о том считает ли она что она занимается сейчас объективной журналистикой и работает ли она на пропаганду или нет и работала ли она на владимира путина на выборах или считала что она искренней искренне его соперник телевидение это тоже этап твоей жизни ты писал сценарий для прожектор пэрис хилтон был одним из сценаристов работала с ургантом и со слепаковым из вот этот период можно назвать периодом относительно свободно российском телевидении ну во первых я мало там проработал этом проработал всего сезон и сразу ушел на дождь потому что было понятно что я не совпадают с этими людьми во многом в юморе и в как раз это конец ну то есть это был период относительной свободы когда можно было шутить про всех но скорее там ну там не считая путина да это пусть он был там было четкое понимание что про него нельзя ну то есть там на этом были четкое понимание то есть это же никто вслух не озвучивает но будто бы это всегда висит в воздухе что вот шутка там ну понятно что не может шутить про путина про его родственников что это не пройдет а могут быть какие-то шутки которые будто бы будут выглядеть как как знаете в кого они когда шутят шутят над арбитрами на членами жюри когда будто бы шутка с другой стороны шутка который этого человека да там как вот это вылизывают задницу всю жизнь да 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 вот это все и в этом смысле но уже тогда было понятно как работает цензура потому что россия же большая страна и там скажем тот же прожектор он же выходил в начале во владивостоке якобы программа выходит в прямом эфире видел всю да почему были протесты в хабаровске потому что это самый свободный регион и потом ты видишь как твоя шутка не доезжает до москвы как она отваливается там в екатеринбурге или еще где-то как раз с ксении анатольевны вокруг которой почему-то у нас сегодня строится эфир у нас было много интересных историй когда я писал ей какие-то подводки или ведение каких-то мероприятий когда ее полностью вырезали из эфира мне кажется что когда случился крым я писал ей она выходила на сцену с приветственным текстом и мы много шутили про то что украли крым передали т.п. и это полностью вырезали из эфира и ты конечно видел как прям сужается сужается эта возможность для юмора и для шуток когда случилось давление на дождь моя программа стала первой которую закрыли потому что юмор просто дорог в производстве когда тебе нужны сценаристы вечерний вечерний герсимец да и наташа сказала что мы к сожалению то есть если ты хочешь ты можешь остаться но мы не можем содержать больше программу потому что каналу нужно будет вообще схлопываться сейчас игре не могу остаться если вся команда уходит и там как раз тоже я все время говорю что у наташи был наталья синдеева был случай единственной цензуры на дожде а на самом деле это было понимание того что там этот опрос блокадный случился мне кажется через несколько недель после того как у нас была идея такая что мы каждую мы придумали у нас была возможность сделать анимированный мультик такой же как мульт личности который когда-то выходил на первом канале и мы придумали идею что каждую серию у нас был анимированный путин мы залетаем в голову к путину и у путина в башке живет два демона и один ангел и всякий раз когда путин принимает какое-то решение они голосуют и так как у него в голове два демона и один ангел они были нарисованы тоже с лицом путина два демона было с лицом путина ангел с лицом путина и так как они всегда голосуют получается что он всякий раз принимает тупое решение и в конце каждой серии ангел закрывает лицо руками говорит господи стыдно то как и мы через это хотели каждую неделю объяснять почему путин принимает такие решения и тогда наташа сказал что мы не можем этого сделать нам этого не простят и блокадные уже просто уже тогда было ощущение что уже дождю чего-то там не простят и через по-моему несколько недель случился этот блокадный опрос я горел еще тогда ну надо было делать потому что не брать тебе тяжело было уходить дождя потому что ну с одной стороны я писал всегда мне всегда хотелось больше заниматься книгами чем телевидением но конечно ты грустишь потому что ты мог делать это кстати очень интересный вопрос про цензуру потому что когда ты работаешь когда я работал тогда год в прожекторе и ты понимаешь что тебе нужно обойти цензуру и твоя шутка все равно может пройти куда-то в эфир она дождя у тебя нет никакой цензуры ты можешь прямо говорить то будто бы иногда шутки пил получаются тоньше когда ты обходишь цензуру и как автор что чудовищно ты начинаешь тотальгировать по цензуре и думать как хорошо когда ты можешь противостоять и хорошо когда ты можешь работа вышла вот так да конечно обход блокировок да 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 vpn который придумавший юмори ну а с ургантом у вас тогда тоже контакт как у нас был там не сказать что мы приятели потому что я был сотрудником я работал на ивана я писал ему но мы там хорошо общались там несколько раз созванивались ли встречались где-то позже но мы конечно не друзья просто там иван был человеком на которого я работал но ургант кстати сделал свой выбор и этот но может быть кто-то говорит вот он недостаточно четко сформулировано кажется он четко сформулировал он отстранен от эфира у него нет корпоративов как говорят и так далее то есть он пострадал за свою позицию которую он обозначил я не знаю ну то есть я про это тоже вопрос мне кажется каждый для себя сам решает степень своей ответственности мне кажется что черный квадрат на фоне войны это не самое сильное высказывание когда у тебя такая аудитория по поводу отстранен от эфира я не знаю вы можете задать вопрос ивану и всем его сотрудникам получают ли сейчас сотрудники программы вечерний орган до сих пор зарплату на первом канале это интересный вопрос в течение двух лет сидят ли они там на зарплате или нет потому что это важный вопрос и но это тоже это не то что каждый раз когда ты будто бы начинает мериться тем кто сколько может потерять что там у кого-то огромное количество денег ты теряешь а человек который просто покидает страну и он потерял там три тысячи евро когда это все его деньги которые у него есть для него будто бы он меньше потерял и он поэтому проще уезжал из страны да мне кажется что потом по поводу корпоративов нет в они сейчас выступал прекрасно в тюрихе в женеве ездит с концертами с позднерами да и мне кажется что для людей в европе это выглядит для какой-то части которым все равно и мы понимаем что в европе много людей которые поддерживают путина там россияна в германии для них наверное это выглядит нормально но для другой части европейцев это выглядит несколько странно когда люди приезжают это же будто бы вот это такая нормализация мы не говорим то есть поздно это вообще отдельно какая-то штука да поэтому но тоже мне кажется что это вопрос не ко мне это надо у ивана спросить почему почему вот так он действует в такой ситуации почему он там условно никто же не просит него пойти на баррикады может быть он считает что достаточно для черного квадрата может он не считает что он вообще должен про это говорить это тоже не про уж точно не не мои советы ему нужны на этот счет и я думаю что будет здорово если вам удастся с вами поговорить и обсудить это все а ртв и вот этот период жизни когда кстати там и тихо на и катрика цикань а потом они уже вернулись на дождь и стали соответственно тоже руководителями дождя тихо стал главным редактором екатерина стала главой информационной службы и был проект на троих до которым тоже вот этот период он очень короткий но ртв и вообще вот некая перезагрузка ртв оказался очень такой стремительный быстрый и потом туда пришел шнур но вот и да ведь мне очень быстро объяснили что тоже не но мне кажется что мы просто меня качество до пригласила . 3к завести программу и мне кажется что я был рад потому что программа в которой я мог задавать все те вопросы которые хотел у нас очень смешной там получился мне кажется главный результат этой программы был мем когда к нам пришел леонид агутин и программа начинается со слов я очень рад что к вам сегодня сюда пришел и заканчивается словами я очень жалею что к вам сегодня сюда пришел и в этом смысле хотя я просто задавал какие-то обыкновенные вопросы которые он обиделся он обиделся очень да он обиделся потому что мы как-то спрашивали про детей в америке про вот как как так патриотические концерты здесь при том что в этом не было опять никакого осуждения какой-то вопрос который мне кажется все обсуждают общество обсуждает как быть с этим и давайте там будем дискутировать на этот счет но мне кажется что дали они-то обиделся тогда и ушел и не знаю на что он обиделся но это все вот это кипение оно происходило по ходу эфира или в конце как как в конце до этого всего нормально ну начиналось наверное как-то нормально да я просто ну я знаю да как бывает во время интервью иногда в какой-то момент все может резко резко будто просто переключается тумблер ну да наверно какой-то просто наверно попадаешь какую-то болевую точку для человека или про то что он не срывал нет нет он не срывал микрофон он рассказывал все было мне кажется очень корректно но было видно что наверное он они не то что он хотел услышать не тот эфир наверное которому он был готов про который он хотел говорить мне кажется что эта часть когда я вдруг оказываюсь там по твою сторону и становились журналистом и должен задавать вопросы то мне нужно проговорить вопросы которые интересуют не только меня но там всю аудиторию которые и будто бы вопросы которые на поверхности ты их задаешь не потому что тебе хочется человека там прежде чем вопросы которые я бы озвучил вани сейчас или вопросы которые я бы озвучил там сенью анатольевну если бы я брал у нее интервью просто это вопрос который висят вот это слон который стоит тут с нами и странно про это не проговорить и и а дальше принять вообще кажется что вопросы важнее чем ответы всегда поэтому у меня книги с открытым финалом всегда я все время скажу сейчас смешная история со мной случилось ко мне пришла женщина на выступление и она сказала я знаю чем закончилась ваша книга я говорю но даже я не знаю там открытый финал я вам сейчас расскажу я рассказала мне финал спасибо но ты оставляешь право для на интерпретацию для читать конечно я тут я твердо убежден что читатель соучастники только как раз читатели знает на самом деле что там произошло потому что я не знаю я хочу вернуться карте я когда-то понял что пора уходить как этот уход у тебя был оформлен и я не помню ты доработал до того как шнур пришел нет я гораздо раньше уже очень до месяца я буквально несколько месяцев мы провели несколько программ и мне просто катя сказала что она будет мне даже как вначале сказал катя по моему что она будет уходить четко ноги я же не буду оставаться один все очень быстро это не не то было это была возможность я получил площадку для того чтобы брать интервью и я этим занимался мне было интересно сказать разговаривать с гостями как только стало понятно что ну то есть там было понятно что начинаются какие-то такие перемены и нет я ушел может быть он уже был в в каких-то приговорах верхушки но я его не видел никогда я приезжал на запись программа но мне кажется что по времени он будто бы пришел позже вообще внутри столица шнуром который как мне кажется решила вот эту перезагрузку ртв и он же тоже недолго продержался все это закончил он взял по моему у интервью у кого-то из руководителей хабаровска после фургала и еще сколько-то месяцев а потом все то есть и при этом я помню его слова что пивоваров идет в youtube а я то в ю тубе уже все знаю я вот возвращаюсь потому что телевизор это перспективно пивоваров сделал редакцию и редакция выстрелила шнур в общем достаточно быстро потом ушел и махнул рукой на все это дело мне кажется такой тоже очень символический момент мне кажется бы я в любом случае уже уходил оттуда еще и потому что какой-то был год мне кажется что это 21 же момент когда уже было понятно что нет это 20 наверное до протестов и были протеста после протестов я был вынужден уехать и из беларуси из россии я бы не смог любом случае оставаться потому что мне не хотелось оказаться там где многие час к сожалению белорусы оказались кстати на дождь ты решил не возвращаться жили там не был это вопрос просто там финансов и бюджетов сейчас дождь и просто жизни мы сейчас живем все в разных городах нет я думаю что я иногда скучаю по сатире я иногда скучаю по моментам когда мы можем что-то обсуждать и и не делать это совсем серьезно и мне кажется сейчас есть большой запрос у общества тоже в юморе и в сатире не вот в такой как какая она сейчас в россии когда это юмор про турбулентность про не знаю если там послушать всех российских комиков то они мне кажется все встречаются с очень глупыми женщинами если их слушать ну какая-то вообще-то плохо иногда позволяется выходить немножко а я не знаю я не смотрю поэтому я не знаю сейчас комедии клапана на крови споет что колыбельную своему ребенку и говорит что для тебя открыт весь мир например курорты северной кореи ну да и понятно что это в рамках наверно разрешенного такого дискурса но иногда чуть-чуть как-то за буйки они заплывают ну хорошо здорово всегда я могу только порадоваться за людей которые иногда чуть-чуть заплывают за буйки я не знаю мне бы сейчас я не представляю как это тоже просто каждый раз когда это звучит когда ты находишься на западе и ты будто бы начинаешь критиковать людей которые остались внутри страны или нет ни в коем случае не так у меня огромное количество друзей близких которые остались в разных странах и я их очень хорошо понимаю это сложно как раз потому что у меня есть друзья близкие в украине в белоруссии в россии ты со всеми пытаешься поддерживать отношения и ты видишь разную степень проблем я просто не понимаю и тогда этого не понимал давным давно когда уходил с первого как можно то вокруг чего мне кажется сегодня весь разговор у нас как можно поддерживать нормальность как можно делать вид что но вот сейчас нужно снять скетч про то что не знаю там муж женой приходят к психоаналитику и я думаю что у людей есть ответ они наверняка скажут что это тоже такая терапия общества что всем очень тяжело все понимают но мы ничего не можем изменить и такой эскапизм но я не понимаю как я бы мог этим заниматься как я бы мог условно то есть ты можешь сделать скетч про психоаналитика но ты должен при этом сделать еще два скетча про русских солдат которые воруют стиральные машины если бы они это делали в на тнт там показывали тогда к ребятам не было вопросов но к ребятам всегда останутся вопросы потому что я даже не говорю про тех комиков которые съездили на донбасс там да это отдельный да просто про то что ты создаешь постоянно ощущение того что не произошла катастрофа ты создаешь постоянно ощущение того что твоя страна в которой ты платишь налоги не занимается геноцидом другой страны об этом нужно говорить я очень я бы например большой поклонник черного юмора шарли ебдо и такой ультра степени в юморе я считаю что он пошутить можно про все и нужно что и про все отлично делайте тогда какие-то шутки не знаю там страшные вещи но рассказывайте о том что происходит через юмор мы понимаем что стендап в том числе призваны рассказывать прорабатывать травмы рассказывать про страшные вещи если вы снимаете там 8000 сериалов не знаю про что там сейчас в россии снимают сериалы комедийный там про обычно про путешествие в прошлое они что-то все время летают да ну вот мне кажется что это просто ну мне не круто так делать но что касается давления на тебя потому что была история когда твоим родителям пришли с обыском белоруссии как ты сам вот такие моменты переживаешь это же это очень я могу предположить очень тяжело ну во первых мы понимали что рано или поздно это произойдет и у нас были долгие дискуссии с папой нужно ли ему уезжать или нет потому что было понятно что через него будут давить на меня папа не хочет уезжать потому что он не нарушил ни одного закона в белоруссии он не понимает почему он должен уезжать из страны где он какая-то очень понятная позиция почему он должен иммигрировать в 63 года в другую страну если он ничего плохого не сделал и я ничего плохого не не сделал арест папы был в рамках уголовного дела двух головных дел которые открыты против меня и и даже тогда когда его приводили на допрос перед ним разложили фотографии со мной там там мы спрашивали вот с кем это сажен там саши и тихановской саши президент швейцарии саша министр там культуры германии с ним не разговаривали про него его ни в чем не обвиняли когда там они нашли какой-то у него перепост статьи экстремистской просто для того чтобы закрыть его на 15 суток чтобы сделать такую-то ну просто гадость через человека там тебе мстят и посылают сигнал какой-то к нему не было никаких вопросов сейчас мне кажется у папы случился стокгольмский синдром потому что он разговаривая со следователем он говорит мне кажется следователь на твоей стороне такой хороший следы грида не для этого из дела завели против меня для чтобы убедиться что я хороший парень и прозвучала фраза гордиться ли саши белоруссию и папа сказал ну да было бы неплохо что беларусь тоже начала гордиться саши уже потихоньку и в этом смысле мне кажется что это безусловно сложный момент для тебя но ты понимаешь что не будто бы что ты свои собственные чувства обесцениваешь в этот счет или тревоги но ты понимаешь что в этой ситуации оказались сотни тысяч белорусов которые не могут вернуться домой сейчас частая практика когда в беларуси люди не приезжают на похороны своих близких и прощаются по скайпу чуть ли не услуга уже появляется такая что мы там вам сделаем до виртуальные похороны с близкими и в этом смысле ты понимаешь просто что с тобой происходит ровно то же что происходит с другими белорусами и это такая сейчас данность что-то не можешь никак на это повлиять что сейчас так наши конца и мы всегда задаем такой вашим гостям которые из россии из беларуси были вынуждены уехать и не могут это вернуться ты надеешься вернуться туда обозрим будущем или вообще или это билет в один конец я не знаю это сложный очень вопрос потому что с одной стороны нужно быть реалистом и сейчас у нас нет никаких предпосылок думать что в ближайшее время будет возможность вернуться и будто бы нужно быть реалистом и жить там сегодняшним днем делать то что ты сейчас можешь с другой стороны я понимаю что я сейчас летел меня приглашала первая леди исландия выступал в исландии президента я летел и я лечу и думаю как бы было круто если вы сейчас самолет сел не в реке о веке а в минске а потом думаю не было бы вообще не круто если бы сейчас самолет села после истории что-то сели думаю вообще было бы не круто и конечно ты скучаешь по дому ты закрываешь глаза не знаю перед сном представляю что ты гуляешь по минску ты всегда чувствуешь что ты не в каких бы прекрасных условиях ты не жил что это не твой дом что ты остался не дома но это какой-то осознанный твой выбор и и в этом смысле мне кажется что у меня нету точного ответа на этот вопрос я с одной стороны как как дельфин у тебя два полушария одним полушариям ты очень хочешь домой хочешь приближать этот момент каждый день с другой стороны ты понимаешь что сейчас это там сложно представить в обозримом будущем что так случится ну что спасибо тебе за этот разговор спасибо саша филипенко был на гостях спасибо и до встречи всего доброго спасибо